Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть вас Бог благословит. И я действительно, прежде чем буду проповедовать, я хотел бы вам пожелать познать Бога намного глубже. Намного глубже. Петр ходил с Иисусом и служил, помогал ему в служении. Это было начало его служения. Но когда Иисус сказал ему, отплыви на глубину, закинь сети, и после этого он поймал великое множество рыбы, напал ужас и страх. Они поймали так много рыбы, что обе лодки начинали тонуть. И его объял страх. Понимаете, он стал задумываться, кто же такой Иисус. Потом, когда они плыли в лодке, переплывали озеро, Иисус с учениками, то был очень сильный шторм, ветер, и лодку заливало волнами. А они были на середине. И они вычерпывали, вычерпывали. У них был страх и ужас, мы сейчас погибнем, мы сейчас утонем. И даже они взяли и разбудили Иисуса и говорят, тебе что, нужны что ли, нету, что мы погибаем, мы тонем. Иисус, знаете что, он реагирует всегда нормально, адекватно. Он встал, первое, запретил ветру, запретил. И стало моментально, на море стала тишина. Никогда, никогда нет таких случаев, шторм на море, знаете, в океане. И вдруг моментально, за одно мгновение, тихо. Штифь. Не было такого. Это произошло только после того, как Иисус запретил. И вот тогда страх Божий сошел на них. И они стали задумываться, кто же это? Кто же это? Которому и волны повинуются, и ветер. Кто же это? И знаете, вот, братья и сестры, давайте так же само, будучи в этой лодке с Иисусом, давайте задумаемся, кто же это? Кто же такой Иисус? Давайте все наши знания, которые мы уже имеем представление, это хорошо, но давайте двинемся глубже. Потому что Иисус сказал Петру, отплыви на глубину. А они отплыли, знаешь, сначала Он сказал Ему, отплыви немного от берега. И Петр немного от берега отплыл, а Иисус был в лодке. И Иисус начал учить, учил. А потом, после того, как Он учил, Он Петру говорит, а теперь отплыви на глубину. Послушайте, все интересное происходит на глубине. Но начинается все с послушания. Отплыви немного, отплыл. Отплыви на глубину, отплыл. Понимаете? В послушании есть большой секрет. Мы можем видеть Иисуса Христа. Когда мы послушны, мы обязательно еще глубже и глубже познаем Иисуса. И знаете, у многих верующих наступает кризис. Они как бы привыкли к Иисусу. Они привыкли ко всему. К Духу Святому, к молитве. Знаете, люди на небесах, которые сейчас находятся, они никак не могут привыкнуть. Они там восклицают. Они там удивляются. Они там доградуются. Знаете, там нет таких равнодушных. Что сегодня дадут нам? Что мы будем есть? Интересно. Что нам Бог сегодня приготовил? Такого нету. Там все радостные. Там все воодушевленные. Почему там глубина, там послушание? Там любовь. Поэтому познайте Иисуса глубже, чем вы сегодня знаете. Просите, чтобы Он открылся вам. Вы можете ходить рядом с Иисусом, и ничего сверхъестественного может не происходить всю вашу жизнь. Но если вы решите приблизиться к Нему, вы захотите узнать Его, увидеть Его другими глазами, то Он обязательно вам откроется. Просто вы желаете просить у Бога огня Святого Духа. Без огня мы становимся плотскими, мы становимся душевными. Мы такие, знаете, мы грешить начинаем. Мы начинаем просто думать, как раньше, как мир, как старый образ жизни. Все без огня, все возвращается. Теплота возвращается. Но Бог, Он запланировал, чтобы мы жили в огне Святого Духа, в бодрости. И чтобы мы действительно шли и имели влияние в этом мире. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Хорошо служившие». Сегодня будет тема о служении. В прошлом раз я проповедовал «Поклоняйся и служи». И сегодня будет продолжение темы служения. Ведь в тот момент, когда Бог призывает человека, Он призывает его и говорит ему «Следуй за Мною». Человек оставляет свои грехи, оставляет старый образ жизни. Но на этом не все. Конечно, он садится и слушает. Он слушает Иисуса, потому что ему надо понять, кто такой Иисус. Ему надо уверовать, ему надо иметь знания. Но потом, потом, он, получивший руководство, получивший знания, может что-то делать. И Иисус, Он призывает людей на служение. Вы знаете, что на самом деле Бог не нуждается в помощи. Кто об этом в курсе? Представляете, что написано, в Деянии 17 главе написано, что Бог сотворивший мир. И все, что в нем, не нуждается в служении рук человеческих. Не нуждается. Он все может сделать сам. Он может попросить даже ангелов, и они все сделают качественно. Однако, в тот же самый момент, Он нуждается в служителях, в Его людях, которые будут заниматься Его служением, работой, как сказать, мессией. Почему? Потому что Он хочет наградить тебя. Он не может просто тебе дать награду какую-то. Он просто тебе дает спасение. Но награду каждый зарабатывает, заслуживает. Вы где-нибудь видели, что золотые медали раздавали просто так? О, толпа людей, давайте раздадим золотые медали. Нет такого. Есть правило золотой медали. Заслужи ее. Заработай, венец. Чтоб тебе на голову одели. А вот Иисус заслужил. И написано, Его имя теперь выше. Всякого имени Ему поклоняются все, у Него вся власть. Когда вы видите беззаконие в этом мире, не думайте, что у дьявола вся власть. Это не так. Написано, Бог посмеется над ними. Он посмеется над ними. Они замышляют замыслы. Но вся власть у Иисуса Христа. И вы знаете, Бог, Он своих деток призывает для служения. Не потому, что Он что-то не может сделать сам. А потому, что Он хочет, чтобы ты был соработник. И вы знаете, в тот момент, когда ангел пришел к Петру и разговаривал с ним, написано, Петр упал и хотел поклониться. Что сказал ангел? Не делай этого. Ибо я соработник. Я соработник. Не надо этого делать. Не надо поклоняться ангелам. Богу надо только поклоняться. Итак, Бог призывает нас служить. Как в прошлой проповеди я говорил, что поклоняться – это узнавать Бога, проводить с Ним время. А служить – это делать то, что Бог тебя просит. И Он всегда просил. Он попросил там учеников своих. Следуйте за Мною. Я сделаю вас ловцами душ человеческих. Вы ловите рыбу, и я сделаю вас ловцами душ человеческих. И так и было. Они оставили это дело и пошли, и помогали Ему. Заботились о Божьей Церкви. Бог тебя призывает в служение не для того, что Он не справляется Сам. Он хочет тебя благословить. И для этого нужно легальное право благословить тебя. Что ты что-то делаешь, Он тебя благословляет в этом. Смотрите, Петр предоставил свою лодку Иисусу. Иисус, проповедуй. На, возьми мою материальную вещь. На, из моей лодки. Кто-то открывает свой дом и говорит, приходите, будьте у меня в доме. Служите у меня в доме. Петр предоставил лодку. Иисус его отблагодарил рыбой. Он сказал, так много рыбы поймали, что лодки еле вообще приплыли к берегу. Чуть не утонули вместе с этой рыбой. Если и служить Богу, братья и сестры. Мы многие хотим служить Богу по одной причине. Мы благодарны Ему. Послушайте, когда человек благодарен, даже, знаете, вот просто даже спасибо хочется сказать. Понимаете? Когда человек благодарен, да? Он хочет выразить тоже. Он не просто это принимает, да? Тебе что-то сделали. Ты хотя бы спасибо говоришь. Так же и мы. Почему мы хотим служить Богу? Потому что мы благодарны Ему. Мы так счастливы. Мы спрашиваем Господь, могу ли я что-то сделать для Тебя? Могу ли я послужить как-то в Царстве Твоем? Иисус говорит, без проблем, конечно, можешь. Если и служить Богу, то служить хорошо. Первое, с чего все начинается. Так и называется проповедь. Хорошо служившие. Если мы берем какое-то служение, мы делаем его хорошо. Хорошо можно служить Богу только в том случае, если берешь с него пример. Нам нужен пример для подражания. И мы видим, что Иисус был послушен Отцу, был послушен Богу до смерти и смерти на кресте. Во всем. И Он делал всегда качественно свою работу. Когда Он что-то делал, Он делал в точности. Он ничего не прибавлял. Он шел туда, куда отец его звал. Он делал то, что отец ему говорил, то, что показывал бы в плане. Но представьте, приходит человек на работу, ему дают план. Чертеж. Он смотрит на чертеж, а делает по-своему. А ему так нравится. Я иногда, знаете, думаю, а зачем столько места терять? Зачем прятать? Место надо экономить. Слушай, это не твое дело. Я как бы себе говорю, послушай, какая тебе разница? Есть чертеж. Нужно следовать строго чертежу. Понимаете? Ты смотришь на чертеж и делаешь. Так же и в служении. Ты-то не видишь полной картины. Ты не видишь идею заказчика. У Бога для нас приготовлены венцы. Но до венцов есть целая дорога служения. Давайте прочитаем одно местописание из Библии. Это послание Тимофею 3.13. И я сегодня буду читать в трех переводах, чтобы еще яснее увидеть с разных сторон, о чем идет речь. 1 Тимофею 3.13. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Синодальный перевод. Сейчас будет новый русский перевод. Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают в себе достойное положение и могут с большей уверенностью говорить о своей вере во Иисуса Христа. И другой еще перевод BTI. Тот, кто исправно исполняет свои обязанности, приобретает хорошую репутацию и великую смелость, даруемую верой во Христа Иисуса. Везде говорится, ибо хорошо, что ты должен делать хорошо. И смотрите, здесь как сказано в последнем переводе. Свои обязанности. Знаете, есть верующие с неправильным направлением мышления. Они говорят, меня Христос освободил, я от всего свободен, и даже от ответственности, от обязанности. Это знаете, мне на кого похоже? Это похоже на мужчин, которые не хотят брать ответственность за беременность. Бросают, я не знаю, девушку, она забеременела, я ее взял, бросил. Это не мое дело, это твои проблемы. Или вообще не благословляет свою семью, не заботится о своей семье. Я свободен. А ты семья сама, живи как хочешь. Это ужас. Смотрите, есть обязанности. Когда мы последовали за Христом, мы можем забыть о легкой, беззаботной жизни. У нас есть эта жизнь у каждого. И она протекает, когда мы были новообращенные. От нас никто ничего не требует. Мы новообращенные, мы покаявшиеся, мы таивные, у нас все классно. Мы видим церковь с другими глазами, все друг друга любят, это хорошо. А потом мы взрослеем, и нам доверяют больше и больше ответственности. И нам эту ответственность нужно делать очень хорошо. И как я говорю, что служение Богу. Служение Богу. Что такое служение Богу? Что включает в себя служение Богу? Вот, например, я только часть из моего служения я сейчас делаю. Вот только часть. Я пойду по воскресеньям. Я служу Богу. Вы сидите, слушайте, я служу. Но это только маленькая часть. Поймите, есть еще целая неделя, где я могу проявлять свое служение. Я могу делать его. Я могу служить Богу. И так и должно быть. Многие верующие думают, что служить можно только по воскресеньям. Это не так. Это не так. Мы каждый день служим Богу. Мы молимся за кого-то. Мы кому-то говорим. Мы кого-то свидетельствуем. Мы кого-то помогаем. В конце концов, твоя семья – это тоже твое служение. И служение Богу вытекает из поклонения Богу. Когда я просто начинаю молиться, я начинаю читать Библию, размышлять, я встречаюсь. Знаете, вот ты берешь книгу, например, какую-то, просто читаешь книгу. Ты же реально встречаешься с этими героями. Ты слышишь, о чем они разговаривают. Ты начинаешь думать, ты видишь их со стороны. Ты попадаешь в этот мир, как сказать, воображаемый мир. И ты реально слышишь. Ты начинаешь тоже там участвовать, может быть, как-то. Ты начинаешь переживать, ты начинаешь подключаться к нему. Так же и Библию. Ты когда начинаешь читать ее, ты попадаешь в другой мир. И Бог тебе может выражать какие-то особые вещи, показывать тебе. Тебе надо вот так вот делать. Ты молодец, что ты верный. Тебе вот в этом нужно меняться. И Бог может учить и вдохновлять тебя через слово. Он может поощрять тебя. Однажды я открыл Библию. Я такой решил помолиться и говорю. Бог, а ты вообще в курсе обо мне, что я есть? Так много людей, наверное, ну, как бы, только, знаете, мысль. Да Бог, наверное, только знает только больших каких-то служителей, пасторов. А я такой маленький, меня никто не знает, наверное, и Бог даже не знает. И я такой спрашиваю, Бог, а ты знаешь вообще меня? Вообще-то я знаком для тебя или я сам себе внушил? И вы знаете, стоило только мне открыть Библию. Бог стал говорить. Послушайте, это отличается от того, когда ты просто читаешь Библию. Послушайте, когда Бог тебе через Библию говорит, это отличается от того, когда ты просто читаешь Библию. Две разные вещи. Ты можешь просто читать Библию, но когда к тебе Бог через Библию говорит, ты это сразу поймешь. И я просто начал плакать, что Бог стал ко мне говорить. Он стал говорить такие вещи, просто он меня довел до слез. Ну, он просто стал трогать. Он мне стал проявлять свою нежность, свою любовь. Он стал говорить, насколько я важен для него, насколько он приготовил великие вещи, которые просто не укладываются в голове. И я. Понимаете? Стоило только спросить у Бога. И он ответил. Служение Богу вытекает из поклонения. Давайте вот вспомним Исаия. Он поклонялся в Богу. Он вошел в духовный мир. Он стал поклоняться. И вдруг он услышал, что Бог говорит о своих нуждах. Он говорит, у нас есть проблемы на земле. Кто пойдет для нас? Кто решит эти проблемы? И написано, и не нашлось никого, кто бы решил эти проблемы. Вот Бог кажется всемогущим, а никто из людей не может решить Божью проблему. И вдруг Исаия говорит, Господь, вот я, пошли меня. Понимаете? В момент поклонения ты встречаешься с особой информацией. Ты получаешь секретную информацию. Ты получаешь именно информацию, где ты, представь, да Бог без тебя мог бы справиться, но Он берет тебя и использует. Просто представь. Он тебе открывает. Да, у меня есть нужда. Представьте, у Бога есть нужды. И Он говорит, да, ты можешь помочь. Ты можешь идти рассказать. Ты можешь пойти и сделать это. И так и с нами. Служение Богу. Когда мы начинаем служить Богу? Когда мы начинаем понимать, кто Он и что Он совершил. Когда мы начинаем встречаться с Ним, мы начинаем читать, узнавать Его. И вот интересно, что в новом русском переводе, да, здесь интересно сказано. Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают достойное положение и могут с большей уверенностью. Вот у тебя есть уверенность, ты веришь во Христа. Но когда ты хорошо начинаешь служить, ты приобретаешь в этот момент уверенность и смелость. И во всех трех местах говорится о смелости. О дерзновении и о смелости. В вере во Христа у тебя появляется просто еще больше уверенности и смелости говорить об Иисусе. Не каждый верующий смело говорит об Иисусе. Не каждый. Многие стесняются. Многие вообще как будто скованные. Как это я буду говорить о Христе? Давайте мы сейчас обратим на это внимание. Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение. Давайте вспомним служителя по имени Стефан. Это первый мученик за Христа, которого побили камнями. Кем он был? Он не был пастором. Он не был апостолом. Он был диаконом. Он помогал в служении, знаете, в таком, в помощи в служении, там, принеси, подай. И написано, что апостолы, да, услышали, что в церкви происходит проблема. Потому что когда, знаете, пошло лицемерие такое определенное. Там были еврейские женщины, были греческие женщины. И греческих женщин как бы немножко задвигали. Там, когда было, например, там, еда раздавалась, то больше предпочтения было еврейским женщинам, чем греческим. И вот такой спор произошел, знаете, помощь. Почему ему больше помогли, а мне меньше помогли? Почему такая несправедливая? Знаете, и появился вот этот бардак в церкви. И апостолы говорят, ну что нам теперь, еще вникать в этот бардак? Нам нужно пребывать в слове, в молитве. Мы должны духовными вещами заниматься. Давайте на эту должность изберем семь человек, исполненных святого духа и мудрости. И написано, и один из них был Стефан. Там, кстати, еще один был, Филипп. Я вам о нем тоже расскажу. И Стефан это был простой человек, но на ком был дух святой. И он был ревностный. И он был просто избран. Представьте, это не был пастор. Это не был лидер. Это был просто верующий христианин. И его избрали, чтобы он просто раздавал колбасу в церкви. В кавычках. Раздавал еду. Представьте, вот служение. Вы скажете, что это за служение? Что это такое за служение? Я понимаю, слово говорить. На кафедре выходить. Что это за служение? Я вам скажу, он хорошо делал это служение. Его попросили делать такое, знаете, помогать в служении. И он это делал. Хорошо и качественно. И вы представляете, так и произошло. И он приобретает еще больше уверенности о том, о чем мы прочитали. И начинает проповедовать. Проповедовать так, что люди просто, они слышали это. И знаете, это были религиозные люди. Они затыкали уши. И написано, они видели его лицо. И его лицо было, как лицо ангела. Оно светилось. И они закрывали свои уши, закрывали глаза, не могли смотреть. И вы знаете, что? Я вам скажу. Только один случай в Библии написано. Когда видели Иисуса стоящего, на небесах стоящего. Я объясню. На небесах стоят все, кроме Бога. Никто, ангелы не имеют права сидеть, нога на ногу и пить кофе. Не имеют права. Они слуги. Они слуги и они рады. Знаете, как собака. Ты дергаешь там, знаешь, за поводок. Для нее нет проблем, что ты ее на поводке выводишь и ведешь ее туда, или туда ее, или повез ее куда-то. Для нее нет проблем, она собака. Она будет тебе слушаться, куда ее возьмешь, в лес, на рыбалку, куда. Она с тобой пойдет. Для нее это нет проблем. Так же и ангелы. У них нет проблем. У одного были ангела проблемы. И его нет на небе. Для Господа важнее не то, сколько человек сделал, а мотив, почему он это сделал. Что он преследует, служа Богу. Что он преследует. Для Бога это важнее. Потому что некоторые служители скажут, не твоим ли именем мы пророчествовали. Многие чудеса делали. Многие чудеса делали. Представьте. Если куда-то приезжает служитель, и у него чудеса, люди набивают залы. Там все хотят видеть. Там вау, там оу, ее, там вообще круто. И некоторым из таких людей Бог скажет, отойдите от меня. Почему? Потому что вы брали себе славу. Вы не меня прославляли. Вы часть брали себе. Но наша задача, как слух Божий, говорит, я раб ничего не стоящий. Я раб ничего не стоящий. Я ничего не стою. Я в своих глазах, я ничего не стою. Я сделал только то, что должен был сделать. Все. Некоторые служат Богу, стремятся сделать себе карьеру. И достичь своих целей. А некоторые служат Богу искренне. Желают во всем угодить Богу. И сделать карьеру имени Иисуса Христа. Все из учеников Иисуса, там 11, да? Они прославляли Иисуса. Они делали знаменитым имя Иисуса, там, где даже не знали этого имени. В Европе никто не знал имя Иисуса Христа. Апостол Павел сделал карьеру Иисусу. Имени Иисуса здесь. Сегодня есть церквя, сегодня есть христианство в Европе. Вы что, думаете, так всегда было? Нет. Значит, был служитель по имени Павел, который свою жизнь ни во что поставил. Он сказал, Господь, Твоя воля для меня дороже всего. И я Твой слуга. И я буду служить Тебе даже до последних дней. Даже до того момента, пока меня убьют. Наша задача делать то, что Он просит. И через все, что мы делаем, прославить имя Иисуса Христа. Вот как должен выглядеть настоящий служитель. Ты делаешь только то, что Бог тебя попросил. Знаете, сколько самодеятельности? А я для Бога хочу сделать это. А Бог тебя попросил делать другое. Ты чего делаешь не то? Не по схеме, не по чертежам. Ты молился, и Бог тебе показал какого-то человека. Заботься о нем. Ты говоришь, я о нем не могу заботиться. Мое дело, знаете, быть на сцене перед камерами. Служа людям, служа людям качественно, мы служим Богу. Как я могу что-то сделать Богу? Что думаете, Бог от меня что-то возьмет? Делая людям, служа людям искренне. И я служу Богу. Когда вы придете на небеса, а это цель того, что я здесь стою, чтобы вы все-таки на небеса пришли. Да, чтобы вы пришли в церковь, наполнили церковь. Но цель – небеса. И пока вы не придете туда, я не успокоюсь. Самая большая награда для служителя – это слова. Послушайте. Для всех, для каждого христианина это должно прозвучать. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Матфея 25, 21. Вот эти слова, ради этих слов стоит жить, стоит служить. И если вас люди не поблагодарили, и даже еще лучше, вас будет благодарность 100% от самого Бога. Но если вас люди поблагодарили, ничего страшного. Вы говорите все равно, да слава Господу. Вы все равно передаете дальше эту славу. Вы ее не задерживаете. Вы не шарахаетесь, если вас люди поблагодарили. Да нормально, поблагодарили, слава Богу. Я вообще себе не принимаю эту славу. Я сразу ее Господу отдаю. Поэтому давайте направим наши сердца. И давайте, знаете, не будем служить без любви. Невозможно, как говорится, возможно давать без любви, но невозможно, любя не давая. Можно служить Богу без любви, без откровения. Я хочу что-то делать, я хочу что-то делать. А ты успокойся. И послушай, а что Господь тебя попросил сделать? Именно за эту награду ты получишь. Он тебя попросил это сделать, и ты это сделал. Это может не быть что-то великое такое, огромное, а что-то маленькое. Но ты был послушен и сделал. Ты будешь иметь великую награду. Может быть, даже больше, чем какой-то служитель вечности. Потому что ты был послушен. Или я, представьте, мне, например, дано много. А я не сделал много, я сделал мало. Что мне будет? Может, ничего не будет? Но я все-таки верю, что что-то будет. Аминь. Аллилуйя, будьте благословенны. Давайте сейчас будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.